Я хотел спросить, все ли пели эту песню, которую мы сейчас спели? Я хотел спросить у всякого присутствующего здесь. Ты действительно веришь в то, что ты пел? А если ты не пел, то по какой причине ты не пел? Когда человек не поет, у меня две причины. Или у человека болит горло и проблема с голосовыми связками, и он не поет. Или у человека болит душа. И он не может петь. Потому что той радости, о которой мы сейчас пели, он ею не обладает. И он где-то в сердце, возможно, завидует тебе рядом стоящему, который от сердца поешь, широко открытым ртом, где задействованы все чувства, эмоции. И вот эта радость, она переливается через край. А у кого-то этой радости нет. Я понимаю, что такой человек не может спеть, что он один из многих, и что он обязательно будет там, в Царстве Небесного Отца. Почему? У него нет надежды. У него нет уверенности в этом. Ему Небесный Отец еще не является Небесным Отцом по одной простой причине. Потому что он не рожден в Божьей семье еще. Верите ли вы в то, что в жизни бывают случайности? Верите ли вы в то, что есть в нашей жизни вещи, которые происходят сами по себе? Ну, так, говорят, случилось. Так получилось. Так произошло. И сегодня нашим детям в школах внушают, что однажды, миллиарды, миллиарды лет тому назад в космосе произошел огромный взрыв сам по себе. И от этого взрыва произошла жизнь. И вот так все красиво сложилось в то, что мы видим. Кто-то сказал, что человек не от взрыва произошел в космосе. А что определенная теория, которую мы называем эволюцией, это продолжалось миллионы, 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 миллионы лет. И вот то, что есть, то есть. Но мы верим в то, что говорит Бог. Что причиной всего существующего, всего видимого и невидимого является Бог, творец, создатель, который есть дух, который наполняет все собой во всем, во всю селенную. И этот Бог в своем плане положил. Он захотел создать личность под названием человек для того, чтобы иметь общение с ней. Бог не сделал землю, как приоритет какой-то свой, как главную свою цель, а потом думает, ну она же пуста. Что мне дальше делать? Сделаю человека, поселю там. Как приложение. Нет, друзья. Бог в своем плане задумал создать человека, а потом для того, чтобы человек имел условия жить и развиваться, для него Бог создает эту землю, на которой мы живем. Бог полагает определенные законы. Он ставит для человека определенные ограничения. И Он говорит, если ты будешь ходить в пределах этих законов, которые я для тебя ставлю, это будет благо тебе, добро. Но если ты нарушишь их, это будет твоя смерть. А это значит погибель. Что такое земная жизнь? Люди, которые читают Библию, вы прекрасно понимаете, что в Писании есть очень много определений или сравнений, с чем Бог сравнивает жизнь человека. Например, в книге Апостола Иаква мы читаем в 4 главе 14 текстом следующее определение. Что Бог говорит по отношению нашей жизни, что она значит в его глазах. 14 текст 4 главы послания Иакова. Если бы взять сейчас среди нас самого седого человека, которому больше всех лет с нашей среды. И спросить его, ты помнишь свое детство? Это далеко было или близко? Он скажет, совсем рядом. И если его спросить, быстро пролетела твоя жизнь, он скажет, как одно мгновение. Друзья, я помню, совсем недавно, совсем вчера, меня мама вела за руку в первый класс. Это было вчера. С этого времени прошло уже 43 года. Это было только вчера. Вы когда-нибудь держали строителей, да? Но иногда и женам попадает в руку. Такой прибор строительный, он называется tape measure. По-другому сказать, рулетка, которую мы вытаскиваем. Швеи, у них сантиметр есть такой, да. И вот они пользуются этим. Посмотрите, земная жизнь – это отрезок времени, который Бог дает для каждого человека. Абсолютно для каждого человека отрезок времени. И что интересно, что этот отрезок времени у каждого разный. И никто из нас не знает, сколько цифр на этой рулетке твои. Представим себе такую картину. Давид в 138-м псалме говорит следующие слова. «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы веруем в Бога, который предвидел наше появление в этот мир. Который в своем плане положил нашу жизнь здесь и дыхание наше в этот маленький отрезок, и каждого свой. Интересно, что наша жизнь, если мы рассматриваем ее в полном отрезке. Моисей заметил. Однажды Бог сказал, что «Да будут дни ваши 120 лет». Но Моисей заметил определенную тенденцию. И вот когда он пишет 89-й псалом, он говорит «Дни и лет человека – 70 лет». Если у человека есть немножко больше сил и крепости – 80 лет. Моисей обобщает картину человечества и жизни. Он говорит, что смотря, вот исследуя, смотря на жизнь, на продолжительность жизни людей – 70 лет. При большей крепости – 80. Да, друзья, некоторые доживают до 90. Некоторые доживают до 100. Но никто еще не перешагнул этот барьер, который установил Бог. Есть правила. А есть, мы говорим, исключения из правил. Некоторые люди попадают под это исключение. Но сколько бы он ни прожил, жизнь приходит к концу. И нужно подводить итог. Когда мы ходим в школу, мы учимся, 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 учимся. А потом приходит время чему? Сдавать экзамен. Время тестов приходит. И многие ученики проваливают тесты. Почему? Плохо учились. Не сдают экзамены. Не могут никуда дальше идти учиться. Почему? Провалили все. Где же ты был? Что ты делал? И когда мы говорим о продолжительности жизни. И берем вот этот объемный отрезок 70-80 лет. То мы прекрасно понимаем, что и мы этот отрезок можем поделить на какие-то подразделы. Самый первый из них это детство наше. Беззаботное, веселое. Когда ты в полной зависимости от своих родителей. И тебе хорошо. И кажется, что это не кончится. Знаете, друзья, есть одна удивительная вещь. Когда я пришел в армию служить, я думал, Боже, два года. Два года. Это так много. Когда рождается ребенок, ему говорят, у него еще вся жизнь впереди. А я хочу разочаровать вас. Даже если вы должны прожить 70 или 80 лет. С первого дня вашей жизни ваш срок пошел на убыль. И вам дней на этой земле осталось жить меньше, меньше. Хотя года жизни увеличиваются. И он уже 30 лет, 40, 50 лет. А дней становится меньше, меньше и меньше. Я пришел в армию, я думал, целых два года. Два года, это где-то так много впереди. Но с каждым днем мне становилось служить в этой армии меньше, меньше и меньше. Парадокс. Интересная деталь, над которой мы часто не думаем. Кажется, так много еще впереди у него. Но жизни нет, не хватает. Нет дней этих, где их взять. Мы настолько любопытны. И Давид тоже был человеком, друзья. Давид тоже был человеком. Однажды в 38-м псалме Давид скажет следующие слова Богу. Помните, что он спросит у него? В 38-м псалме с 5-го текста Давид спрашивает у Бога. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобой. Заметьте, Давид был любознательным человеком, как каждый из нас. Он был любопытным человеком. Неужели вам не хотелось бы знать, сколько вы проживете? Неужели вам по-человечески не хотелось бы знать, где закончится ваша жизнь? При каких обстоятельствах? Мне бы интересно это было. В каком штате, в какой стране, при каких людях, при каких обстоятельствах? Закончится моя жизнь. Это наше любопытство. Некоторым Бог, друзья, открывает. Некоторым Бог открывает. Когда умирал Ярд Николаевич Пести, известный радиопроповедник, он сказал за день перед смертью, он сказал, еще только одна ночь. Бог приоткрыл ему маленькую занавесь своего откровения. Тебе осталась еще одна ночь, и ты со мной встретишься. Когда умирал Яков Ефимович Лагвиненко, один из служителей Одессы, за день перед своей смертью он сказал, завтра я умру. Некоторым людям Бог приоткрывает маленькую занавесь тайны для того, чтобы показать им, что очень скоро произойдет твоя встреча со мной. Апостол Павел был один из тех людей, кому Бог приоткрыл эту занавесь тайны. Он сказал, вот теперь мне готовится венец правды. Я все то, что нужно было, сделал. Я правильно распределил то время и ту жизнь, которую Бог мне дал. Я сделал то, что Бог предназначил, мне поручил сделать, а вот теперь я могу свободно уходить. Апостол Петр говорит, я знаю, что я скоро очень должен оставить эту мою храмину. Друзья, есть вещи, которые Бог открывает некоторым людям. А вот Давид был человек, как и мы. для какой цели Бог дает нам жизнь? Короткую или длинную? Для какой цели? Почему человек приходит в этот мир? Какова смысл, цель появления детей в этот мир? Не просто для того, чтобы они рождали следующих детей, а эти дети рождали следующих людей, и этому не будет конца. У Бога есть цель. Наш Бог творец, и когда Он что-то делает, у Него есть цель, и Он этой цели желает достичь. А цель была у Бога одна. Чтобы человек носил образ и подобие Божие на себе. К сожалению, он его утратил. И вот об этой цели однажды скажет апостол Павел, когда он будет стоять в Ариапаге в Афинах, когда он будет проповедовать с этого помоста, за которым стоял обрыв, и Павлу грозила реальная смерть. И он ей смотрел в глаза. И Павел этим людям, которые собрались в Афинах, он говорит, что Бог, Он от одной крови произвел весь род человеческий. И он говорит причину, почему Бог это сделал. И он сказал, дабы они, люди, Бога искали. И этот Бог рядом, этот Бог близко. Этого Бога можно видеть, этого Бога можно слышать, этому Богу можно принадлежать, можно Ему служить, с этим Богом можно вечность провести. Павел об этом говорил, что цель человеческой жизни на этой земле не для того, чтобы разбогатеть, не для того, чтобы раскрутиться, не для того, чтобы основать какую-то крутую, именитую компанию. Цель человеческой жизни, чтобы человек за это короткое время успел, успел Бога найти. Почему? Потому что то, о чем мы пели, вечность ожидает. Она или будет с Богом, или без Бога, но это определяется здесь, на земле живых, определяется моя вечная участь, с Богом или нет. Бог что повелевает людям, Он просто повелевает, чтобы они покаялись. Он просто повелевает, и мы читаем это в 30-м тексте, это 17-й же главы Деяния апостолов, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Некоторые люди не считают себя грешниками, некоторые люди говорят, что им не в чем каяться, и особенно если они сравнивают себя с другими грешниками, то они не так грешны, как другие грешники. И Богу как будто не в чем их упрекнуть, не за что Богу их судить, не за что Богу их наказывать, они не делали супер больших грехов в своей жизни. Но Бог не будет судить человека ни за один из его сделанных грехов, кроме одного. Бог будет судить человека за неправильное отношение к Иисусу Христу. Потому что в образе Иисуса Христа была явлена милость Божия человеку, протянутая рука спасения. В образе Иисуса Христа была проявлена любовь Бога к человечеству. И Он идет на крест. Берет грехи всего мира, собирает на себя, становится грехом, занимает мое и ваше место для того, чтобы дать тебе возможность уйти от Божьего гнева, дать тебе возможность и шанс на спасение, дать тебе возможность миновать Божий суд, потому что этот суд однажды взял Иисус на себя и через смерть свою Он доказал свою любовь. Я не понимаю Бога. Я не понимаю Его любви. Может, кто-то из вас понимает. Я нет. Но я при тем, что Он сделал для меня, я склоняю перед Ним колени. В народе говорят, я снимаю шляпу. Я не понимаю Его. Я не постигаю Его любви. Я не понимаю, что Он увидел во мне, что Он захотел со мной общение иметь. Во мне, вот, порочном, грешном, потерянном, блудном, ушедшем от Бога, Бог сказал, я хочу тебя вернуть в отцовский дом. Я хочу, чтобы тебе со мной было хорошо. Я хочу тебя видеть там. Я хочу, чтобы эту славу, которую я имею, я хочу этой славой поделиться с тобой. Я хочу, чтобы то наследство, которое я приготовил сыну своему, я хочу, чтобы ты стал частью этого наследия. Друзья, это не сказки, это не фантастика, это не собрание каких-то безумных людей, клуб по интересам, что люди собрались и веруют в какого-то Христа. Это реальная жизнь, это история, и это вопрос жизни и смерти. Бог, когда дает жизнь человеку, Он надеется на то, что это разумное существо по имени человек правильно распределит свою жизнь. Почему мы должны правильно распределить нашу жизнь? Потому что однажды придет момент, когда мы должны стать перед этим Богом и дать отчет. Друзья, у нас очень много примеров в жизни, когда у нас требуют отчет. Существуют разные отчеты. Рабочие отчеты, банковские отчеты, по учебе, по каких-то контрактах, взаимоотношениям, сделкам, пожертвованиям у людей требуют отчет. Дай, пожалуйста, отчет, как ты распорядился тем, что тебе верено было в руки. За все придется отвечать. И вот для того, чтобы человек воспользовался Божьей протянутой рукой, мы сейчас живем во время, которое называется период действия Божьей благодати. отступлений. Что это значит? Это значит, что независимо от твоих дел. Это не говорит о том, что живи, как хочешь, поступай, как хочешь, греши, сколько хочешь, Бог все равно тебя простит и помилует. Нет. Действие Божьей благодати заключается в том, что Бог не смотрит на все твое прошлое, на количество и тяжесть твоих грехов, на все твое отступление, на все твое неверие, Бог готов по своей огромной любви и широкому сердцу, смотря на жертву своего сына, Он готов тебе все это не уменить, Он готов все убрать, Он готов все простить, Он готов назвать тебя своим сыном. Я Бога не понимаю. ведь во мне ничего нет хорошего абсолютно, ничего доброго во мне нет, кроме одного зла, ничего я кроме смерти и наказания не заслуживаю за свои грехи, а Бог говорит, а я тебя хочу видеть там. Вы понимаете это? Я нет. Я тебя хочу там видеть с собой вместе, и этот день придет. И мы ожидаем этого дня, потому что об этом дне Бог сказал, я вернусь, Христос говорит, и возьму свою церковь к себе. Весь вопрос, ты сегодня в этой церкви или нет? Ты сегодня являешься Божьим дитем, ты сегодня находишься среди Его семьи. Можно быть очень близко около дома, под дверью стоять, но не быть в доме. можно быть рядом очень с Царством Небесным и в это Царство Небесное не войти. Можно называться Божьим дитем, но никогда им не быть. Это очень страшно. Вот потому ты проснулся сегодня, и я проснулся сегодня, по огромной Божьей любви и милости. И Бог привел тебя сюда и меня, чтобы сегодня сказать, как распределяешь ты свою жизнь, на что ты ее тратишь. Бог всему дает свое время. И я вам скажу, друзья, что для покаяния Бог тоже дает время. Однажды, когда я читал вторую главу книги Откровения, одной из церквей Господь говорит следующие слова, и непосредственно говорит ангелу или пастырю этой церкви об одной женщине, которая была у него там. Господь говорит в второй главе книги Откровения 21 текст «Я дал ей время покаяться». Я делаю маленькую остановку. Господь говорит «Я ей дал время». «Я ей дал время не просто, чтобы она его прожила как захотела». Это Езовель. «Я ей дал время, чтобы она пришла в себя». Ведь покаяние это, друзья, осознание нашей непривоты перед Богом. Покаяние это разворот в сторону к Богу, а не от Бога. Покаяние это изменение мышления. Покаяние это изменение отношения ко греху. Покаяние это другими глазами увидеть себя в свете Писания. «Я отдал ей время покаяться». В книге пророка Осии мы читаем о том, что у Бога есть время, чтобы Господа взыскать. Исайя говорит, что вы его ищите Бога, когда можно его найти. Призывайте его тогда, когда он близко. Ищите его, потому что в нем наша жизнь, в нем наши благословения и в нем наша будущность. Вот почему Господа нужно искать. Захей был очень занятым человеком. Он был богатым человеком, он был нечестным человеком, он был человеком-начальником среди мытарей. Но вот однажды он услышал, что через Иерихон Иисус пойдет. И его любопытство взяло вверх. Он захотел увидеть Христа. Он захотел своими глазами увидеть того, о ком он слышал. Он оставляет все свои дела. Я думаю, у него их было много. Я думаю, у него планов на тот день было очень много. Но когда он услышал, что Иисус пройдет через Иерихон, он понял, это его шанс. Он понял, что шанса другого может не быть. Он оставляет все и бежит на эту смоковницу и залазит туда в надежде, что он останется незамеченным. А Бог его ждал. Бог видел его там. И он туда, к этому дереву шел. Когда Вартимей сидел у дороги, и он услышал, что идет Христос, он понял, что это его шанс. Оказалось, что Христос последний раз проходил той дорогой. И Вартимей понимал, что для него это значит. Он был слепой. И мимо шел тот, кто мог сделать его зрячим. Это нормальное желание слепого видеть. Это нормальное желание немого говорить. Нормальное желание глухого слышать. Нормальное желание хромого ходить. Если этой дорогой идет Христос, который может это сделать, человек нормальный, он побежит. Если он не может, его понесут. Им будет двигать огромное желание решить свою проблему. если Бог открывает Духом Святым человеку, что он грешен. Если Бог открывает человеку, что возмездие за грех смерть. Если Бог открывает человеку, что есть вечность, есть ответственность за земную жизнь, которую Бог дал, и я неправильно ее прожил. И человек понимает это в своей совести, что он не туда ее потратил, что он для себя прожил, не для Господа. Его сердце поселяется страх. Потому что, когда вы видели, как умирают неверующие люди, очень часто, когда не имеют надежды, когда идут просто в пропасть, когда они уходят без веры, когда они уходят без Бога, это страшная смерть. Это не смерть праведника. Праведник, он успокаивается в Боге от всех трудов своих земных. И никто не прилагает этого к сердцу, что праведник, он восхищается от земли, он восхищается от зла. Мы прочитали с вами, что Бог дал ей время покаяться. Друзья, в Писании есть одна удивительная история. Эта удивительная история записана в книге Деяния апостолов. В книге Деяния апостолов, 24-я глава, посмотрите, 25-м текстом. Павел находился в заключении и у него появилась возможность говорить перед царем. Это продолжалось на протяжении двух лет. И мы читаем в 25-м тексте о том, что Павел начал говорить ему о правде, о воздержании, о будущем суде. И эту информацию, которую получил Феликс, она привела его в страх. И мы читаем, и он отвечал ему, Павел, Павел, уходи сейчас. А когда я найду время, что написано? Вот тогда я позову тебя. Друзья, к огромному сожалению, Феликс больше не нашел времени для собственной своей души. Павел должен был ему сказать, как Божий служитель, Феликс, ты царь, но однажды, ты сейчас меня судишь, но однажды Бог будет судить тебя. Тебя, царя, будет судить царь царей. Однажды ты пред ним должен стать, тогда, когда закончится твоя земная жизнь. Что ты ему скажешь? Заметьте, Феликс очень интересную позицию занял. Он надеялся, что он найдет еще время, он позовет Павла и будет с удовольствием слушать его, потому что надеялся, что Павел денег даст. А я, когда найду время, тогда позову. Не похож ли вам, Феликс, сегодня на многих людей? Когда мы говорим, у меня, Господи, нет времени для тебя сегодня, вот я, когда найду время, я очень занят, очень занят. У меня работа, у меня учеба, у меня семья, у меня дети, у меня проблемы, у меня финансовые потери, у меня кризис, у меня раскрутка, у меня подъем, Боже, у меня мувинг, у меня все остальное, и вот когда я найду время? вот вот тогда вот вот тогда мы поговорим, очень часто такие люди так и не смогли найти время для Бога в своей жизни. Хочу вам сказать к большому сожалению, что однажды для таких людей Бог найдет время. Он найдет время, когда каждый человек предстанет пред Богом для того, чтобы дать отчет за свою жизнь. Интересно финиш этого стиха, который мы прочитали в книге Откровения 2.21 «Я дал ей время покаяться». Скажите, как заканчивается этот стих? Но она не покаялась. Я хочу вас спросить, кто виноват в том, что Изавель не покаялась? Виноват Бог? А Бог сказал, «Я дал ей время». Другими словами, Бог дает время человеку для этого. Бог создает условия человеку для этого. Бог Духом Святым начинает тревожить сердце человека. Бог начинает работу с ним, он создает платформу для покаяния. Бог со своей стороны делает все. Бог посылает проповедника, Бог посылает певца, Бог посылает маму, папу, друга, незнакомого абсолютно, Бог обстоятельства посылает, Бог болезни посылает, для того, чтобы привести человека в чувство и сказать, это мой голос к тебе. Бог дал время для Изавели. И я только хочу сказать два слова в конце здесь. Мне очень жаль, что Изавель не покаялась. Интересно, друзья, что Изавель в церкви была. Вас не тревожит эта мысль? Это не женщина с улицы. Я не знаю, там она как давно была верующей, но эта женщина была в церкви. Более того, она взяла на себя роль учителя. Притом, она учила неправильно, она вводила в заблуждение Божьих детей в церкви. И Бог сказал, этой женщине я даю время, чтобы она на путях своих остановилась, чтобы она осознала то, что она делает, и покаялась. А иначе, если нет, то Господь говорит, я поражу детей твоих смертью. Очень жаль, что итог, который говорит Божий Дух через этот текст, он говорит, что она не покаялась, другими словами, все усилия Божьи в ее адрес оказались напрасны. Она не оценила Божьей любви и заботы, она не оценила, что вопрос стоит жизни и смерти и вечности, она не оценила. Можно задать вам вопрос, а кому нужно покаяние, мне или Богу? Покаяние нужно человеку. Бог безгрешен, Бог абсолютно святой. И для того, чтобы быть в Божьем присутствии, и человек должен стать святым. Каким образом? Уйти во Христа, в святого Божьего Сына, укрыться со всеми своими грехами, получить прощение в Нем, получить усыновление в Божьем Сыне, получить сопричастие к Божьей семье через рождение в эту семью. И тогда ты имеешь право от человека, который сидит сказать, я приветствую тебя, мой брат, потому что мы члены одной семьи. Братья и сестры, почему это важно делать? Потому что это повелевает Бог. Мы прочитали с вами в Деянии 17.30, Бог повелевает. Если Бог что-то повелевает, это важно для нас. Это нужно применить к исполнению. Бог повелевает. Ты можешь не послушать Бога. У человека всегда есть выбор. Ты можешь уехать сегодня с этого кемпа, так как и приехал сюда. Заняться своими делами, устраивать свою жизнь, разломать, попробовать еще чью-то судьбу, оставить детей без отца, без матери, искалечить свою собственную семью, заняться делами, которыми ты занимался до этого. И я только скажу в этом случае два слова. Очень жаль. Я не могу человека спасти, но я могу показать путь, который приведет к тому, кто может человеку дать спасение от греха, кто может человеку подарить прощение, кто может человеку дать вечную жизнь. Имя ему Иисус, он спаситель, я нет. Друзья, мы сейчас будем молиться Богу. Я хочу, чтобы мы честно посмотрели в нашу жизнь и посмотрели, на что мы потратили нашу жизнь. Можно потратить свою жизнь на служение Богу и людям, а можно потратить свою жизнь на собственного себя. И ты можешь приобрести весь мир, ты можешь купить всю Канаду, ты можешь купить весь мир, а душе своей повредить. И ты можешь остаться без Христа и вечности, это очень страшно. Понимаете, есть временные вещи. Временные вещи, это те вещи, которые связаны с землей, мы во времени живем. А есть вещи вечные, постоянные, непоколебимые, без времени. И в эту вечность Господь нас зовет. Почему Бог спросит? Бог спросит по одной причине, потому что все то, что ты имеешь, Он тебе дал. если ты веришь в то, что все то, что ты имеешь в твоей жизни, это Божий подарок для тебя, это аренд Божий для тебя, твое здоровье, твоя семья, твоя работа, твои таланты, твои дарования, все, Бог дал тебе это на время, для того, чтобы ты пустил это в оборот, и придет момент, когда каждый из нас станет перед хозяином, перед Богом Всевышним и даст отчет за свою жизнь. Я хочу вас честно посмотреть сегодня в Божьи глаза. Скажите, что мы скажем Богу, когда мы с Ним встретимся? Есть одна такая передача, я однажды смотрел, так сказать, этот маленький ролик, есть журналист один, поздний его фамилия, если я видел кто-то, он брал интервью у знаменитостей, у больших людей этого мира, и у него был среди прочих вопросов, один из вопросов, если вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Друзья, ответы были очень разные, очень разные, но сегодня этот вопрос звучит каждому мне и вам, когда мы предстанем перед Богом, что мы ему скажем? Знаете, когда ребенок нашкодничает, он всегда опускает свои глаза, мы тоже взрослые такие, и нам стыдно от того, что мы сделали, нам стыдно от того, что это произошло, и мы очень хотим посмотреть в эти глаза, мы говорим смотри мне в глаза, ты говоришь мне неправду, глаза отражение души нашей, глаза это отражение сущности нашей, глаза, они говорят о том, что происходит у меня внутри, это выражение меня, вот почему Писание говорит, что мы должны поднять наши глаза и встретиться с его, однажды в жизни ученика Христа произошел этот момент, помните, когда запел петух, Петр не обратил внимания, и даже тогда, когда запел петух второй раз, Петр тоже не обратил внимания, скажите, когда ушел Петр из двора первосвященнического, все читающие Библию, скажите, когда? Нет, нет, и сказано, в Евангелии написано, и взглянул Христос на Петра, и вот когда их глаза встретились, этот взгляд Иисуса все сказал Петру, Иисус не сказал ни одного слова, Иисус только посмотрел на Петра, друзья, когда мы пристанем перед Богом, слов не надо будет, достаточно будет, чтобы Бог посмотрел мне честно в глаза, и я тогда все вспомню. Мы не скажем, что это был не я, что это был мой двойник, что ты, Господь, что-то перепутал, это, наверное, не тот файл достал, это не та личность, ты не в тот архив полез, это не я. Нет, Господь скажет, это ты. Поэтому, что нам нужно делать сегодня? Нам нужно посмотреть в нашу жизнь и сделать анализ, сделать остановку. Вот почему Бог через Иеремию говорил своему народу, остановитесь на путях ваших, зажмите ручники, затормозите, не притормозите, стоп, знак стоп, водителя все знают, предусматривает полную остановку. Если мы не находим время сегодня для Бога, друзья, Бог найдет для нас время. мой вопрос, на что потрачена твоя жизнь сегодня? Я не зря вас спросил о рулетке. Если приблизительно представим себе, что Бог отмерил тебе прожить на этой земле 70 лет, вытяни эту рулетку для себя дома и найди цифру, сколько тебе лет сейчас и сколько осталось тебе времени. Это при условии, что ты проживешь 70 лет. Но может жизнь твоя закончится сегодня, просто сегодня. И наша жизнь не в наших руках. Бог берет дыхание, и человек уходит туда, откуда он был взят. Знаете, есть одно стихотворение, оно звучит следующим образом. Я как-то слышал и не раз вот этот шуточный рассказ, но он по смыслу очень важный и в роли сей быть может каждый. Итак, жил-был Иван мирской, нашел он в мире свой покой, был парень удалой, богатый, да плюс был выгодно женатый. Друзей имел кутеж, вино, жил на широкую ногу, но он встретил странника в саду. Грешишь ты все. Имей ввиду, сказал старик, я смерть твоя, и не шучу с тобой и я. Три дня твой срок и все, конец. Быстрее выбирай венец. Тебе ж дан выбор, выбирай налево ад, направо рай. Нейтральной зоны душам нет. Есть, Ваня, только тьма и свет. К Христу спешит и за советом, стоит он у твоих ворот, тебя Господь сегодня ждет. Итак, прощай. Старик сказал, а Ваня тут же застонал. Как быть? Что значит выбирай? Куда пойти? Понятно, в рай. Пошел. И вот в лощинке дом молитвы. Псалмы слышит в нем. Кто что, кто плачет, кто поет, кто интервью другим дает. А что здесь, мол, баня, коридор, преддверие в рай с недавних пор. И наш Иван затасковал. Какая скука, он сказал. Пойду-ка я посмотрю, как там в аду, потом умру. И вот дворец. Окно в окно. Добро пожаловать, панно, у входа девушки краса, улыбки просто чудеса, и к ванюше девушки спешат, лукаво, горько, им кричат столы, яства, вино, банкет, несут живых цветов букет, а там внутри гремит баян, сюда, сюда кричат, Иван. Оркестр тут ему сыграл, и кто-то слава заорал. Ты наш герой, ты молодец, медаль ему, и и конец. По слову, странник вновь пришел, Ивана пьяным он нашел, сказал с печалью, умирай, иди ты в ад, коль скучен рай. И вот Иван уже в аду вопит, о Боже, пропаду, я же выбирал не этот ад, где тот, что был, баян, цветы, о Боже, не молчи, где ты? А ему ответил сатана, теперь молитва не нужна. То агитпункт был, дверь в ад, теперь возврата нет, назад, пропил ты душу мне, рака, и дал ему еще пинка. Мораль, казалось бы, проста. Кто не нашел еще Христа, кто медлит, к Богу не идет, тот, как Иваня, пропадет. Друзья мои, я хочу сейчас помолиться вместе с вами. Завершение нашего общения здесь. Я не являюсь сторонником того, чтобы людей призывать к покаянию, знаете, там, по 30, 40, 50, час, там, томить людей, выдавливать с них что-то, какими-то сентиментальными песнями, чтобы они там начинали плакать, все рыдать, нет. Я верю в то, что покаяние это сознательное решение человеческой души. Это взвешенный выбор Бога. Это осознание своей греховности перед Богом. И даже если вы будете членом церкви, Бог говорит сегодня ваше сердце, что ваша жизнь неправильно распределена, что вы Богу не живете, называясь христианином, что вы решаете свои собственные дела на этой земле и надеетесь получить за что-то награду на небесах от Бога. Так не бывает. И Бог говорит сегодня твоему сердцу. И ты понимаешь, что это тебе, ни соседу, ни брату, ни твоей жене, это лично тебе. И что Бог говорит, и это твой день, это твой шанс, что Бог дает тебе сегодня для этого время. Феликс не нашел больше времени для апостола Павла. Друзья, Бог дал ей завели время. Бог дает тебе сегодня тоже время. Время. И это время нужно успеть ухватить, за Христа ухватиться, потому что в нем решение всех наших проблем. Хочу вас пригласить к молитве, я хочу, чтобы если у кого-то в чьем-то сердце сегодня пришло это решение, Боже, я шел не туда. Я назывался Твоим, но я жил по-своему. У меня было свое видение, свой взгляд на жизнь, а ты был просто как приложение в моей жизни. Я иногда вспоминал о тебе, когда приходил о служении в воскресенье, иногда знал, что Библия в моем доме лежит. Прости, что я давно уже не читал ее, что я с детками не собирался давно, что я жену свою не обнимал, что я, что я, Господи, что я, что я просто прости меня. Вот, друзья, что значит покаяние. Это когда ты осознаешь, что ты неправильно ведешь свой образ жизни перед Богом, и твоя жизнь не соответствует Божьим стандартам. Есть одно решение, один выход. Мы читали вчера с братьями, что если у кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Понимаем мы, какой он наш Бог. Бог не кольнет тебя, что ты снова пришел к Нему со своими проблемами и грехами. Бог не осудит тебя за это. Он потому есть наш Бог и ходатай, что Он готов тебя обнять, готов тебя простить, готов тебя принять и дать тебе право возвратиться назад в отцовский дом. Поэтому двери в отцовский дом сегодня открыты. Это называется двери Божьей благодати. Воспользуйтесь этим временем. Если в чьем-то сердце сегодня Бог эту работу производит, знаете, что стыдно грешить должно быть, но не стыдно должно быть просить у Бога прощения за это. Стыдно неправильно жить перед Богом должно быть, но покаяться не должно быть стыдно. Стыдно перед людьми, я понимаю, я один из вас. Я понимаю, но не должно быть стыдно перед Богом. И поэтому, если чье-то сердце сегодня Господь тревожит, друзья, мы просто помолимся. Мы дадим просто маленькую паузу сейчас. Маленькую паузу сейчас для всех абсолютно, кто есть здесь. Поговорите сейчас с Богом. Что Господь вам говорит? Что говорит вам о вашей жизни? В каком состоянии сегодня ваша жизнь? Где будете проводить вашу вечность? Если будем жить так, как живем, к чему придем? Мы споем два куплета, наверное, сейчас из этой песни. За это время, друзья, подумайте в вашем сердце, пересмыслите, всю вашу жизнь, христианство, ваш путь следования за Господом, а если есть сегодня здесь среди нас те, кто может быть соприкасается с христианством, иногда читает Библию с верующими, встречается, но вы Господа не знаете. Вы с Господом во вражде. Бог готов вас сегодня назвать своим сыном. Что нужно для этого? Нужно осознать себя грешником, сказать, Боже, без Тебя я пропаду, как Иван. Без Тебя шанса на спасение у меня нет. Ты единственный, кто можешь мне в этом помочь. Давайте мы поднимемся, споем два куплета этой песни, и после этого мы будем молиться. И если чье-то сердце Бог побуждает сегодня, друзья, покаяться перед Богом, не стесняйтесь, проходите, я вас обниму как брат, я помолюсь вместе с вами, братья помолятся вместе с вами. Мы Бога прославим, мы возблагодарим Господа за то, что жертва Христа сегодня не напрасно оказалась в вашей жизни. Давайте споем вместе этих два куплета этой песни, и после этого мы будем молиться.